Доходы и расходы саратовцев сравнялись. Таковы данные статистики. Раньше граждане тратили меньше денег, чем получали. Например, год назад разница составляла примерно полторы тысячи рублей. Теперь подавляющее большинство откладывать средства не имеет возможности. По словам экспертов, делая в экономическом кризисе, мы стали тратить намного больше денег на еду. А вот насколько вырос средний чек на продукты, подсчитала Кристина Трушина. Кристина, ты продолжаешь мониторить цены. Есть ли изменения за минувший месяц? Но, к сожалению, сохранить цены на уровне августа магазинам не удалось. Сегодняшний чек вырос почти на 50 рублей, до 8 сотен за определенный набор продуктов. А за счет чего произошел рост? Подорожало довольно много товаров. На 10 рублей подсолнечное масло, почти на 20 импортные маслины и наша местная кабачковая икра. Даже несмотря на то, что аграрии совсем недавно собрали новый урожай. Ну а что порадовало? Картофель и лук стали дешевле на 10 рублей, остальные изменения незначительны. Однако наш народный эксперт, с кем мы ходим за покупками, говорит, что в последнее время перестоял делать запасы на зиму, потому что на среднюю пенсию делать это достаточно сложно. По сравнению с прошлым разом, даже страшно сказать, тогда банок было очень много, а сейчас, конечно, и помидоры, и огурцы, все это консервируется в литровых баночках, а не в трехлитровых и в меньших количествах. Ну а какие прогнозы делают экономисты? Цены так и будут расти или потолок уже достигнут? Экономисты обещают, что слегка подорожает, во-первых, бытовая химия, связанная это с тем, что Роспотребнадзор получился на некоторые виды продукции. А еще эксперты говорят, что рост курс валют в первую очередь скажется на те товары, которые не производят в России, ну или по минимуму производят, в первую очередь это чай, кофе. Но рост цен ожидается несколько позже, возможно, после Нового года. Дело в том, что закупаются эти товары заранее, по более выгодному курсу, так что у поставщиков и магазинов еще есть время для сдерживания цен. Ну, будем надеяться. Спасибо. У нас в студии был наш корреспондент Кристина Трушина. Мы продолжаем мониторить цены на продукты питания в саратовских магазинах. Продолжение следует...